Приветствую! По сообщениям в СМИ Игорь Шурма, заместитель руководителя Офиса Президента Украины, на конференции Ukrainian Recovery Conference заявил о том, что в Офисе Президента обсуждается вопрос запрета наличных платежей в Украине. Вот давайте об этом поговорим и задумаемся вообще о глобальности вопроса с полной запрет налички в Украине. И это говорят в Офисе Президента. Ни где-нибудь, ни какой-то депутат, который любит там подавать сумасшедшие законопроекты, об этом говорит заместитель руководителя Офиса Президента. Под каким соусом это подается? Это, конечно же, подается под соусом борьбы с коррупцией. Мол, если мы запретим наличку, мы выйдем в безнал, то мы будем видеть все платежи и, естественно, все черные деньги мы сможем проследить, увидеть. И как только они появятся, у человека спросить, а откуда баблишка? И, конечно же, все выглядит красиво, но есть одно но. Давайте разбираться в реалиях. Ну, во-первых, если мы пойдем по уровням коррупции, вот топ-коррупция, где вопрос миллионов и десятков миллионов долларов. Помешает ли это? Конечно же, нет. Давно уже придумали у нас что? Офшоры, придумали биткоин, придумали USDT. И вообще на сегодняшний день с этим проблем нет. То есть, нужно получить 10 миллионов долларов каких-то левых денег. Вот вам счет в офшоре. Есть у меня офшорная компания. Потом эта компания мне здесь, если что, там купит. Вернее, не мне, да, а компания купит здесь дом, автомобиль. И я буду просто как кто-то там снимать и пользоваться этим жильем и домом. Ну, как работник этой компании, либо как член семьи работника, да. То есть, моя жена работает в этой компании, компания купила дом здесь, купила машину и, как бы, говорит своему работнику, живи здесь, да. Потому что ты серьезный работник. Вот, то есть, вообще не решает проблему. Дальше, ну, такой уровень помельче. Уровень помельче чиновника, который все-таки может брать бабок и генерировать какую-то сумму. Ну, вот представим, я чиновник, ко мне приходит человек, говорит, тут надо порешать, что делать. Ну, налика же нет. А что мы будем делать? Я скажу, друг, вон через дорогу, там есть ФОП. Этот ФОП прекрасно консультирует по вопросам, не знаю каким, юридическим. Вот давайте, юрконсультация, да, сколько должна стоить юридическая консультация. И кто сказал, что юридическая консультация не может стоить тысячу долларов, две, пять или десять? Почему нет? Мы туда садим доверенное лицо, которое зарегистрировано как ФОП. Пришел человек соответствующий, заплатил деньги за консультацию, получил желаемый результат. А что же я как чиновник? Ну, а я как чиновник пока сижу без ничего, я еще ничего не получил. Но зато вот тот мой друг, который консультирует, купил себе автомобиль серьезный и по доброте душевной дает мне покататься. И вопрос, а что нового? Да, собственно говоря, ничего. Если вы смотрели вопросы какие-нибудь журналистские расследования коррупционные, то мы много раз видели такую ситуацию, как там очередной судья, чиновник, выходя со своего рабочего места, садится в автомобиль премиум-класса. Когда журналисты подбегают, говорят, мол, как и так, у вас же по декларации нет такого автомобиля, вы же вообще бедный человек. И чиновник говорит, так вы же посмотрите на меня, так и да, я реально бедный человек, с меня нечего взять. А это машина друга, это не мое, друг дал покататься. То есть эту проблему, опять же, мы реально не решаем, потому что будут друзья, которые будут давать покататься, будут друзья, которые будут давать пожить, потому что, ну что поделаешь, друг уехал, купил дом, уехал за границу и все, ему дом не нужен, просит пожить, последить за домом. Ну, и что, где победа над коррупцией, непонятно. Но победа над коррупцией может быть. Вот там внизу есть прослойка людей, которые такие, ну мелкокоррупционщики, скажем так, да. Вот, конечно, вот тот полицейский, который в деревне там вылавливает людей, которые выезжают в субботу утром на автомобиле. Ну, вот у него будут проблемы, конечно, с этим, потому что, как бы, ни ФОПы, ни юрлица для него недоступны. И вот здесь, может, какую-то часть коррупции, ну мы действительно срежем. Те, кто вот не сможет под это адаптироваться, да, вследствие того, что там не хватает, скажем так, коррупционных потоков для адаптации. Но, но что главное, какой главный результат вот этого запрета на наличку? Это полный контроль всех мелких предпринимателей. Не чиновников, а предпринимателей. Потому что теперь любой предприниматель, который, и здесь я говорю, как те, кто зарегистрировался уже как ФОП и ведет легальную деятельность. Но, например, с превышением оборотов, да, и там чуть-чуть где-то там уходит, да, от этого превышения. Там, где человек не зарегистрирован как ФОП, но он ведет какую-то там мелкую-мелкую деятельность, копеечку зарабатывает. Да, там кто-то маникюр делает, кто-то стрижки, кто-то, не знаю, ну что там, компьютеры ремонтируют, да. Вот мелкие такие ребята, которые вообще на экономику страны не влияют, но они зарабатывают себе на жизнь, не висят на шее у государства, ничего не просят от этого государства. Государство только говорит, не мешайте нам, дайте нам хоть как-то выжить. И они выживают. Вот этим людям, конечно же, вот они попадают под контроль. Потому что теперь вопрос, а откуда у тебя деньги, друг? И как только тебе на карточку начнут поступать деньги, у тебя банк спросят, откуда деньги, а налоги ты заплатил. И пока, пока, конечно же, сейчас банки не передают эту информацию, хотя с блокировкой карточек, в связи с транзакциями, мы уже встретились, мы встречаемся постоянно, собственно говоря, с этим. Но пока в налоговую не передают эти данные. Но потом же все изменится, ключевое слово ведь пока. И что получится, что да, мы напрягли вот тех людей, которые, ну, как-то выживают, да. Мы напрягли там ФОПа, который чуть-чуть там экономит и пытается как-то обойти, чтобы не выйти за граничные лимиты, которые пока никак, ну, по мнению самих бизнесменов, не соответствуют вообще реальным лимитам, которые должны быть, да, для мелкого бизнеса. И, конечно же, друзья, нужно понимать, что это затронет и каждого из нас. Потому что теперь, после того, как мы отменим наличку и переходим полностью в безнал, если до этого вы могли еще как-то сохранять анонимность, то после этого каждый из вас, ну, по сути, дает о себе полную информацию. Сначала банку, ну, а там кто захочет получить эту информацию, государство, может, не государство. Что я имею в виду? Ну, во-первых, мы будем видеть все ваши расходы. Естественно, автоматически мы видим все ваши доходы. Но мы не только это видим, мы же еще и видим, а что вы покупаете, где вы это делаете. Мы можем, по сути, отследить маршрут ваших передвижений. Да, ну, это вопрос уже к, не знаю, может, теории заговора, да, скажем так. Так, но мы же можем теперь отслеживать, когда человек что-то покупает, да, фиксируется, где он это купил. Мы отследили. Вроде бы нечего скрывать. Ну, вот вроде бы там простому человеку нечего скрывать. У меня, по сути, я все платежи, которые я принимаю, это платежи по безналу, да, ну, и вы знаете, кто ко мне обращался, да, на карточку скинули, карточку вы все видели, что она привязана к ФОПу, то есть я с этих денег плачу налоги. Ну, в принципе, для себя не вижу в этом проблемы глобальной. Но, с другой стороны, не покидает вот это ощущение, что, ну, меня же не спросили. Вот мне вот эту историю хотят навязать, и я понимаю, что никаких там правовых на сегодняшний день механизмов защиты у меня нет. То есть я не могу сказать, что как так, это нарушение моего конституционного права. А какого? Да нет там, по сути, такого права, да. Нет права на наличные деньги. Есть право собственности, но оно не нарушается, все нормально, вон же ж мои деньги на счету. Право свободно распоряжаться? Ну, тоже вроде бы свободно распоряжайся собственностью. Хочешь трать, хочешь не трать, хочешь трать туда, куда тебе хочется. А ну, вон лежит, просто теперь лежит не дома, а в банке. И вот вроде бы и ничего. Я-то и так, по сути, уже вот именно так и живу. Но вот это ощущение навязанности очередного какого-то запрета, о котором нас не спрашивают, никто не интересуется, а как мне было бы удобнее, как бы мне хотелось. И вот в этом плане, не знаю, давайте обсудим, вот все-таки за и против наличных денег. Ну, вернее, за и против запрета на наличные деньги. Потому что есть мнение, что может все-таки это, вот пока идут боевые действия, военное положение в Украине, мобилизация, пока нам вообще не до этого. Вот хотят протянуть такие реформы, да, как и вот эта реформа СРРО. Ведь это все в комплексе, это контроль в первую очередь за ФОПами, не за большим бизнесом. Это в первую очередь контроль за ФОПами и за простыми гражданами. Может, может я ошибаюсь и может все-таки все не так страшно, как есть на самом деле. Обсудим это с вами в комментариях. Друзья, на этом все. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok